Родной край, сердцу рай. Жители аула Казалтурай, которому в этом году исполнилось 90 лет, живут в добрососедстве, мире и согласии, оберегая свою малую родину. Этот маленький уголок нашей республики – настоящий уголок счастья и покоя, и мы в этом убедились, когда познакомились с его жителями. Но обо всем по порядку. Казалтурай расположен в юго-западной части Ногайского района на правом берегу реки Большой Зеленчук и входит в состав Иконхалкского сельского поселения. Расположен в 38 километрах к северо-западу от республиканской столицы города Черкеска. Граничит с землями населенных пунктов Баралки на севере, Адгихабль и Иконхалк на востоке, Беслинии на юге и Старокувинск на западе. Когда 7 лет был, прошел вот сюда железный, красный кирпичный школу был. Там учился до 4 класса. Не успели. Война началась в 41-м, в 43-м вот мы в школу не ходили уже. Немцы ушли, поставили вот эту школу. А эта школа пожар делала. На эту школу я не ходил. Хотел в Иконхалк учиться поехать. Семья большая была, 5 лет детей, мать одна, отец на фронте. И я пошел в колхоз работать, с 10 лет пошел. 10 лет я в колхоз пошел работать. Скот пас, скот. Скот пас, игрушка, женился. В общем, жизнь на ферме работала, на жизнь. До пенсии работала на ферме. Вот с ней работала, она за Эркой работала. Соседка Хасана Баталаевича, 78-летняя Миску Асановна, родом из аулы Эркин-Юрт. В 1959 году вышла замуж за местного жителя, с тех пор проживает в Хазалтугае. За это время аул стал для нее родным домом и милым сердцу уголком, где, по ее словам, всегда чистый воздух, плодородная земля и безумно приятные люди. Живу пока одна. Дети все разъехали, два дочка есть, два сына есть. А сыновья в Якутске живут, дочка одна в городе живет, другая дочка учительницей работает, хорошая у него работа. Она работает в Эркин-Юрте, ну, в Раковске она работает. Ну, как муж умер, 10 лет дояркой работала, 32 года дояркой работала, 10 лет в поливодстве, 42 года я в Хазалтугае, 50, 60 лет я как в Хазалтугае живу. Дочка к себе забирает, я говорю, нет, лучше в Хазалтугае нигде хорошего места нет. А раньше Хазалтугае назвали Красная Поляна, цветы засвели, и сейчас желтые, а чуть подальше красные цветы. Я люблю в Хазалтугае жить, потому что удобно, все хорошо, зелено, мало здесь машин не ходят, вообще, у нас рейсовые маршрутки не ходят, у кого машины есть, то езжают, а так у нас все хорошо. Населенный пункт основан в 1929 году переселенцами из аула Иконхалк. С 1935 года Хазалтугай входил в состав Иконхалкского района. По данным на 1939 год был центром Хазалтугайского сельсовета, который в 1954 году был упразднен и включен в состав администрации Иконхалкского сельского поселения. В 1957 году с упразднением Иконхалкского района аул был передан в состав Адгихабльского района. А с 2007 года аул вошел в состав новообразованного Ногайского района республики. Школа в сельской местности всегда является центром, вокруг которого сосредоточена общественная жизнь всего аула. Это маленький островок знаний, где ребенок становится еще и настоящим патриотом своей малой родины. Учащиеся Хазалтугайской средней школы любят и оберегают свой край, родной аул. Это дети, понимающие и принимающие сельский образ жизни и менталитет. Это урок математики во втором классе. В школе работают высококвалифицированные учителя, искренне любящие детей, свою работу. Ну, я вообще с детства мечтала стать учителем. У меня тетя работала, и вот я всегда смотрела, как она проверяет тетради, и вот это моя мечта. Я выбрала профессию, которую люблю. Я люблю вообще заниматься с детьми. Даже вот когда мы дома, все равно, как-то переключаюсь, начинаю с ними заниматься. Даже если меня не просят, не знаю, мне очень нравится моя работа. Я даже не могу представить себя в какой-то другой профессии. Очень люблю свою профессию. Я уже живу здесь 13 лет. Меня встретили очень хорошо. Тут маленький аул, и все люди, живущие тут, как одна семья большая. Аул очень дружный. Любые мероприятия, все друг другу помогают. Ничего плохого не могу сказать. Хорошо тут живется. И природа красивая у нас, и люди добрые, и дети хорошие у нас. Маленькая школа, интенсивные уроки. Такого внимания, как ученики Хозлатурайской школы, в городских, да и вовсе во всех крупных населенных пунктах, дети со стороны педагогов не получают. На этих уроках не удастся отсидеться, уткнувшись, к примеру, в телефон. Дети все время при деле, вовлечены в процесс. Несомненно, это способствует эффективной работе, плодотворным занятиям и хорошим результатам. Вот и Аслан Кумуков в пятом классе. Один ученик. Мой любимый предмет – это русская литература. Почему? Я участвую в городах. В разных конкурсах, да? В будущем я хочу быть полицейским, следить за порядком. А форма их нравится, наверное, тебе, да? Да. И форма нравится их. Все удивляются, как это можно учить. Это чуть ли не индивидуальные занятия с ребенком получаются. Ну, Аслану и хорошо, и трудно с другой стороны. Потому что весь урок, ему приходится одному работать. И учителю трудно, и ему трудновато получается, да, Аслан, работать. Так. Но, несмотря на это, Аслан у нас участвует во многих неклассных мероприятиях. Вот недавно у нас проходил районный конкурс «Живая классика», где Аслан наш занял место и получил похвальную грамоту. Заслуженный учитель Карачаева-Черкесии Фатима Алиевна Джамакулова на протяжении 50 лет своего педагогического стажа выпустила не одно поколение сельчан. В текущем учебном году набрала себе первоклашек, и их у педагога четыре. Правда, один из них сегодня по уважительной причине отсутствует. И как учителя ее радует, что из года в год рождаемость детишек в ауле растет. С каждым годом все больше и больше становится, мы радуемся этому. Я учу уже, можно сказать, своих детей, своих учеников, бывших всех. С родителями тоже давно знакома совсем, тем более, что я их учила. Поэтому в этом плане легче, конечно. А дети все подготовлены. У нас нулевой класс есть, учитель в нулевом классе очень хорошо работает с ними. А потом передает первоклассников другому учителю. У нее уже опыт такой есть. Поэтому дети все подготовлены. Они, как вы видите, в первом классе, они неплохо читают, неплохо говорят и так далее для нашей местности. Тем более у нас нет ни садика, ничего. Поэтому я думаю, что будут неплохие ученики. Будут хорошими учениками и закончат школу неплохо, наверное. Такие качества, как безграничная любовь к подрастающему поколению, искренняя вера в их возможности, непрерывный поиск эффективных и продуктивных способов работы, сотрудничество с детьми, а также с их родителями, позволяют Фатиме Алиевне воплощать свою заветную мечту детства – стать педагогом. У нас в семье было шестеро детей, я самая старшая. И уже в своем доме, у себя, в своей семье я уже руководила детьми. Поэтому и соседские дети собирались у нас. Мы почему-то раньше играли в учителей, в школу и так далее. И вот с того и пошло, наверное. И у меня отец тоже был когда-то учитель. Когда я пришла работать сюда в школу, считалась Баралкинская восьмилетняя школа, но здесь тоже была начальная школа. Я и здесь работала, и в Баралки ходила. В Баралки 17 лет проработала. Там черкесских детей учила. Они до сих пор тоже вспоминают, все время бегают, останавливаются, приветствуют и так далее. Ну, так пришлось. Потом нас здесь открыли, начальную школу. В 86-м году снова открыли у нас начальную школу. Сначала закрыли, потом открыли. А в 96-м году уже основали девтилетку. А в 98-м году 11-летка у нас открылась. И сейчас у нас средняя школа уже считается. Фатима Алиевна всегда была верна своей профессии. В каждом ее ученике частица ее же души. Каждый урок женщины – невероятное путешествие. Дети, в свою очередь, свою вторую маму также ценят. Фатима Алиевна учит нас. Она всегда нам помогает. Ставит оценки. И еще на физре мы за ней повторяем. Самая, опять же, самая лучшая учительница. Не лугает, учит нас и помогает нам делать все. К этой профессии так уже привыкла. И вообще не представляю себя в другом месте уже абсолютно никогда. И не представляла, и не представляю теперь. Тем более уже в таком возрасте, конечно. Ну, не знаю, люблю детей. И дети тоже тем же отвечают мне все время с детьми. Фатима Джамакулова – человек целеустремленный и любящий обновлять свои знания. Она трудится с полной отдачей. Огромный поток нововведений в системе образования ее не пугает. Избавляясь от устаревших стереотипов, она познает новые технологии и активно ими пользуется. У нас раньше интернета не было. Мы все делали, все своими руками. А теперь вот 68-67 лет мне пришлось переучиваться, осваивать компьютер. Ну, это, научилась. А что делать? Раз жизнь заставляет, приходится все делать, как молодежь. Тоже помогала, когда мы не умели, они помогали нам. Со временем мы сами тоже освоили это все. Конечно, сейчас без интернета, без технических средств мы не сможем уже так работать, как раньше работали. Поэтому мы тоже идем много со временем. По-настоящему дружеская, мирная и приятная обстановка и в семье педагога. Ну, как всегда говорят, семья – это ячейка общества. Поэтому для человека самое главное – это семья. Чтобы в семье был мир, чтобы в семье было единство, чтобы младшие слушали старших. Но я думаю, что мы воспитали достойного сына, что он слушается всегда, то, что мы говорим, делает. И он старается воспитать, чтобы его дети тоже нас слушались. А для нас самое главное – это чтобы наши внуки были, у них было все. Поэтому мы стараемся делать, чтобы наши дети жили в достатке, чтобы ни в чем не нуждались, чтобы потом вспоминали нас добрыми словами. Супруг Фатимы Алиевны, Назамби Мусаевич, также родился и вырос в этом ауле. Помнит свое детство, когда расцветал колхоз, когда число проживающих в Казалтурае было намного больше. Тогда людей много было, конечно. После 68-го года это ветер, после ветра уехали, многие люди уехали, переселились в другие аулы. Но сейчас меньше стало людей. А как вы думаете, в связи с чем меньше людей становится? Ну, не знаю, повышение, повышение, наверное, поэтому на север уезжают все. В ауле были все рабочие места, механизаторы, шофера, скотники, доярки. Все они работали и днем, и ночью. Вот, что еще? Животноводческий комплекс был на тысячу коров. Животноводческий комплекс был большой. Все, нету сейчас животноводческого комплекса. Без работы нельзя, надо трудиться в сельское место. Мы работали так нормально все в те времена. Сейчас Назамбим Мусаевич находится на заслуженном отдыхе. Привыкший все время работать мужчина и сейчас без дела не сидит. Тем более сейчас, в пик весенних работ в огороде. В огороде, наверное, работаете? В огороде прополку делаем, да, сажаем кое-как, мелкие эти. Еще что? Лошадей смотрим. Ну и птицы есть в хозяйстве. В хозяйстве гуси, птицы, индивки, все. Большинство он ухаживает за ними. А потом кроссвордами занимается. Любитель кроссвордов. А что делать? Ничего. Времена провести. Прошло уже 10 лет с тех пор, как невестка семьи Наталья впервые оказалась в данном населенном пункте. В первую очередь ее восхитила красота местной природы. С великим удовольствием девушка начала познавать традиции народов, проживающих в Козелтугае. А проживают здесь в основном нагайцы. И сейчас Наташа знает о культуре и быте этих людей не меньше, чем сами представители этого народа. Вместе с супругом Маратом воспитывают троих детей. Прививают им любовь к родине и истории предков. Искренне верят, что их дети вырастут отзывчивыми и добрыми. Ну, вначале немножко было страшно, да, волновалась, как-то думала, как-то не примут, не уживусь. Ну, а теперь как будто здесь выросла и всегда жила здесь. Традиции нагайского народа меня не смутили. Я пытаюсь изучить их, своим детям передать, да, соблюдаем их. Ну, уже привыкла к этому. И потихоньку своим детям это всё передаю. А как вообще вот местная красивая природа вдохновляет, нравится вам? Да, очень. У нас очень красивые леса, поля. Всё очень хорошо. Свежий воздух. Многие люди к нам сюда приезжают отдыхать. Ну, стараемся. Хотя сейчас этот телевизор полностью поглощает их, как бы на своём языке даже уже они начинают, как бы этот. Ну, стараемся как бы к религии нашей, к родине, к любви, к старшим, к уважению. Таким вещам, чтобы, как и нас, в принципе, всему этому учили. Стараемся передать как-то всё это. Погода в день съёмки нас радовала. Ясное небо, чистый воздух. Рельеф местности представляет собой в основном холмистую равнину. Наверное, оттого и здесь много прудов. Люблю природу. Природу люблю, вот, рыб, зверей, всё. Без них я не могу, в общем. А в детстве тоже рыбачили, наверное? С раннего детства начинал рыбачить. Очень раннего. Ну, без природы мне никуда. Ну, я постоянно здесь ходил. Здесь, как сказать, всё время было мочак, болото. Это местность была болото. Я хотел превратить его в что-то полезное. Решил там и сделал пруд на этом месте. На месте болото. Скажите, пожалуйста, какие рыбы здесь сегодня водятся? Здесь есть карпы венгерские, амуры, толстолобики, щуки, самы. Ну, как всегда, караси. Вы их подкармливаете, да, как-то поддерживаете? Да, обязательно в день два раза кормлю я их. А чем вообще кормят их? Я сейчас кукурузой кормлю данное время. Кукурузой. Рыбы в этом пруду водятся уже четвёртый год. Рыбалки здесь, как таковой, нет. Но десятилетний житель аула Тимур Килба от огромной любви к природе часто приходит к Алмурзе. Помогает ему. Иногда даже может поймать рыбку. Но свой улов тут же отпускает в воду. Я очень люблю рыбачу. Тут очень интересно. Вот ты сейчас словила одну рыбку. Скажи, вот, что ты почувствовал? Почувствовал удовольствие там, радость. Ещё. Ещё. А ты знаешь вообще, какие рыбки здесь водятся? Вот сегодня какую ты поймал? Я зеркальную карту поймал. Ещё тут водятся толстолобы, колоси. Это ещё солныши. А ты в каком классе учишься? В четвёртом. Я учусь в четвёртом классе. Вот скоро каникулы летние, да? Чем ты будешь заниматься в летнее время у себя в ауле? Я буду сюда проходить, ловить рыбу, на дечку буду ходить, купаться. И всё. А вот о профессии в будущем ты думал? Какую профессию хочешь выбрать? МЧС. Спасателем? Да. Почему? Просто. Как это просто? Ну из-за чего? Мне нравится эта профессия. Потому что там люди спасают людей, помогают им. Ещё это. Всё. Хочешь помогать всем, да? Вот ты живёшь в таком прекрасном, красивом ауле. Вот расскажи немножечко про свой аул. Мы вот только приехали, ничего о нём не знаем. Какой у тебя аул? Как ты любишь? Тут очень красиво. Мы летом играем в футбол, идём на дечку, ловим рыбу. Наши малые четыре футбола. Всё. А спортом каким-нибудь занимаешься? Футбол. Да? Угу. Друзей у тебя много, наверное? Угу. Да, у меня друзей много. Казал Туагай самый красивый на всём свете аул. За что ты его любишь? За то, что он такой красивый. И он очень милый. У него в школе добрые учителя. Ну, раз я тут с детства жила, воспитывалась, у нас, тем более, аул маленький, мы живём как одна семья. Если у кого-то радость, все вместе. Если у кого-то горе, все вместе. Все другие аулы завидуют нам, потому что мы, ну, всё равно, люди как одна семья живут, это уже хорошо. Поэтому я люблю свой аул, конечно. Потому что, если человек с детства жил в этом месте, он не может уже в другом месте чувствовать себя так, как в своём родном гнезде, конечно. Поэтому я им тоже стараюсь прививать, чтобы они любили свой аул, свой язык, ладили друг с другом. И в нашем ауле люди живут туда любивые. Хотя у нас здесь никакой работы нету, кроме того, что медпункт и школа. Люди стараются жить, стараются не хуже других быть. У всех есть точно такие же машины, точно такие же дома, как и в других аулах. Потому что они занимаются скотоводством, растеневодством, выращивают в своих огородах. Ну, народ любит работать. Я поэтому думаю, что наш аул не хуже, чем другие аулы. У нас экологически чистое место. Поэтому люди восхищаются нашими детьми, говорят, какие у вас хорошие детки. Я люблю свой аул. Я не хочу никуда уезжать. Потому что я здесь родился. Очень хороший, компактный, маленький, уютный аул. И в городах жили, и студентами, и работали в городах больших. И там, и здесь всё равно домой тянет всегда. Очень любим свой аул. Поэтому никуда не уезжаем, никуда не хотим уезжать, жить здесь, работать, трудиться. И на северах были, вернулись, вот животноводством занялись, каневодством чуть-чуть. Вот, занимаемся потихоньку в своем родном ауле. Раскинувшийся вдоль реки Большой Зеленчук аул Хазултурай можно назвать одним из самых живописных населенных пунктов Карачаева-Черкесии. Но при этом он вмещает в себя нечто гораздо большее, чем красоту окружающей природы. Здесь чтут традиции и живут в добрососедстве. Здесь любят свою землю и не видят своей жизни в другом месте. Здесь всегда рады гостям. Хазултурай – это то место, где чувствуешь себя как дома, даже если побывал здесь впервые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова